Меня зовут Саша, я в Dodo отвечаю за IT. Сегодня я расскажу о результатах, о том, что мы сделали, как мы обновили Dodo Ease за июнь и июль. Для начала небольшие две ремарки. Во-первых, я буду говорить преимущественно о том, что уже непосредственно доступно для наших пользователей, что уже вышло на продакшн и работает. То есть вещи, которые буквально вот со дня на день попадут в релиз, которые со дня на день выйдут в обновление, они здесь по большей части не учитаны. Я все-таки не выдержу и пару спойлеров сделаю, но, пожалуйста, следите за новостями. Буквально со дня на день будет несколько очень любопытных обновлений в Dodo Ease. И вторая ремарка. Даже несмотря на то, что мы говорим только о том, что сделали, только о том, что непосредственно сейчас находится на продакшене, все равно каждый раз, когда мы готовим такую презентацию, приходится отбирать, о чем же стоит рассказать. Обновлений много, Dodo Ease мы обновляем по несколько раз в день. Некоторые продукты, некоторые части системы могут обновляться там вообще по 3-4-5 раз в день. Поэтому приходится отбирать. Не все, что мы в реальности сделали, попадает в эти презентации. Только самое интересное, самое любопытное, что повлияло на наш взгляд, на мой личный взгляд, больше всего на наших пользователей. Итак, поехали. Я разделил свое выступление на две части. Сначала поговорим о рыночных изменениях. Вы знаете, что у нас есть концепция того, что у нас есть рыночные продукты, рыночные команды, есть глобальные, которые делают на все рынки, на все концепции. Сначала поговорим о рынках. И для начала про пиццу. Самое интересное обновление, которое вышло сейчас в пицце, вот самое большое, заметное для всех наших клиентов — это сторисы. Сторис — это та история, которая принципиально обновляет взаимодействие с нашим клиентом. То, как мы доносим информацию, то, как человек с ней взаимодействует. История, которая была придумана Snapchat и Instagram, сейчас, по сути, является таким стандартом для многих маркетинговых компаний, для многих вообще продуктов в плане донесения коммуникации, в плане коммуникации с клиентом. Сторисы, честно скажу, по моему личному мнению, очень сильно оживили наше приложение. Сейчас они доступны где-то в третьих городах в России. Совсем скоро будут доступны везде, затем в Евразии, и будут доступны для раскатки в других странах. Смотрите, все коммуникации теперь будут приходить к вам по-новому через сторисы. Еще одно интересное обновление, которое вышло в пицце, — это дистанция до ресторана, где вы поближе находитесь. Вроде бы, казалось бы, достаточно маленькая вещь, маленькая история для нас, но мы все больше и больше начинаем использовать географию, мы все больше и больше начинаем использовать гео в клиентских вещах, в клиентских продуктах. Если вы когда-нибудь заказывали через приложение в ресторане и, к примеру, путали пиццерию, скоро даже эта история уйдет. Совсем скоро, буквально через несколько недель, будет интересное обновление в связи с этим. Еще одно, опять же, интересное обновление для пиццы — это мы спрашиваем клиента, где он хочет заказать. Он хочет заказать в зале или хочет он заказать на доставку. Мы начинаем уже не просто как-то глобально менять приложение, а улучшать его, доводить его до состояния, скажем так, прекрасного в маленьких деталях. Мы заметили, что наши пользователи иногда путаются, когда делают заказ, и только в конце понимают, что они хотели сделать заказ на доставку или в зале. И особенно это актуально для новых клиентов. И дали им такую небольшую подсказочку. Буквально через 2 секунды после старта приложения всплывает окошко, и мы спрашиваем, дорогой друг, ты хочешь заказать на доставку или в зал? Потому что этот вопрос обычно встает впереди у клиентов, и только после этого они начинают собирать заказ. Еще одно достаточно важное обновление для нас и большое обновление — это нативный чат. Раньше у нас была поддержка построена только через звонки в кулцентр, потом она переехала в Телеграм, и вот сейчас это полностью нативный чат, доступный для клиентов в России в самом приложении. Оно пока, опять же, раскатано не везде. Эта история не только про то, чтобы сделать, собственно, сам чат и раскатать его по странам. Эта история еще про то, чтобы научить автоматического бота решать хотя бы простые вопросы по промокодам, по сертификатам, быть уверенным, что оператор доступен для решения твоей проблемы. Я вчера столкнулся с этой историей, я вчера впервые действительно как клиент по-настоящему воспользовался чатом. Это было супербыстро и суперэффективно. Меня решили проблему в течение буквально пяти минут. Я немножко испытал шок и порадовался. Еще одно важное обновление приложения, опять же, которое помогает клиентам выбирать, которое помогает клиентам формировать корзину — это такая история про любимые продукты, про продукты, которые вы заказывали, про продукты, которые вы заказываете, которые вам нравятся. Мы их вынесли в отдельную секцию и надеемся, что вам будет удобнее формировать корзину, когда вы откроете приложение. Не нужно будет много пролистываний. Немножко про донор. Ребята работают над доставкой. Это один из тех спойлеров, который я обещал. Ребята работают над доставкой. Совсем скоро она будет запущена, своя доставка. Важное изменение, которое вышло, — это онлайн-чеки. Здесь пример абсолютно реального моего человека, когда я заехал в донор и закупился на почти тысячу. Немножко про Drinkit, про нашу кофейную концепцию. Очень прикольная история с тренировками. Вы знаете, что когда мы открывали кофейню в Самаре, был очень большой пик, очень большой наплыв в первые дни наплыв гостей. И ребята запилили такую очень интересную историю с тренажером. Это такой симулятор, который симулируется какой-то периодичностью заказы, выплевывает их на трекер, смотрит. Можно тренировать команду, по сути, в работе в пиковые часы, в нагрузке. Она прям очень тривиальная, эта история. Здесь не было каких-то капитальных вложений, гигантских вложений. Вот в интерфейс, вы видите, бриллиантный просто интерфейс. Но она помогла команде подготовиться. Она помогла команде подготовиться к реальным клиентам, к приходу реальных клиентов. Еще одно интересное обновление в Дринкете. Если вы были в кофейне, вы заметили, что там стоит новая витрина, в которой уже 9 ячейок, а не 6. В этих ячейках, что самое главное, что самое интересное, они разведены полностью отдельно. То есть каждая ячейка питается автономно. Если с одной что-то происходит, остальные живут. Еще здесь есть достаточно интересные подсветки. Если вы не были еще в Дринкете, сходите, оцените эту витрину. Она стала гораздо больше, гораздо надежнее и информативнее для клиентов. Немножко про международные страны. У нас запустилась Польша. Вы посмотрели замечательный ролик про Польшу. Но это та большая история, та большая задача, которая была сделана команда МФ. Она не единственная. Я потом еще сделаю небольшую ремарку, когда буду рассказывать про кассы, про глобальные B2B продукты. И вот, собственно, переходим к глобал продуктам. Еще раз, это продукты, которые мы делаем для всех концепций, всех рынков, которые должны работать везде. Начнем с, опять же, очень необычной для нас истории, честно скажу. Это история про отзывы клиентов на экране мотивации непосредственно в пиццерии. То есть для того, чтобы сотрудники пиццерии, пиццемейкеры увидели буквально заказ, который они только что приготовили, как клиенты на него отреагировали. Очень мотивирующая штука. У нее есть один интересный и дополнительный нюанс. Я слишком много произношу словом «интересный». Есть очень важный нюанс, то, как мы ее сделали. Это не просто была задачка, которая условно попала в бэклог или что-то еще. Она была сделана на хакатоне изначально. То есть ребята собрались, придумали, что было бы прикольно сделать такую штуку. Сделали и довели это дело до продакшена, до раскатки на все страны. Это функционал, который доступен везде абсолютно. Немножко про курьерское приложение. Курьерское приложение идет просто прет семимильными шагами вперед. Курьерское приложение запустилось в Великобритании, Литве, Польше, Эстонии. Интегрировалось с Waze. Это, если я не ошибаюсь, принадлежащий к Google навигатор. Причем построенный по очень интересной схеме. Его обновляют сами пользователи. Очень прикольная штука. Популярно в европейских странах. Затем ребята сделали геотаркетинг для Donor42. То есть вы сможете видеть, где ваш курьер находится. Очень много работы с фидбэком, очень много работы с обратной связью о курьерском приложении. И отдельный функционал, чтобы собрать фидбэк прямо из приложения. Если вам есть что сказать, напишите. И еще две дополнительные вещи. Вы знаете, что помимо iOS, Android, Google Play и App Store, есть еще Honor и Huawei, которые имеют свои магазины, которые не привязаны к Google Play и продвигают приложение самостоятельно. Многие наши курьеры имеют смартфоны этих марок. Сейчас приложения доступны также для них. Еще одно обновление, связанное с нашими B2B-продуктами. Оно вышло в базе знаний. Одна из фундаментальных вещей в базе знаний, вообще база знаний, это гигантский склад информации. И самое важное там, это уметь быстро найти эту информацию. И сейчас вышло такое обновление, что поиск идет по абсолютно всем материалам. По стандартам, по материалам команд поддержки, по макетам, по самой базе знаний. Это гораздо удобнее, чем если бы вы пользовались отдельно или просто ходили в разные куски, в разные разделы самого этого инструмента. Мы много еще достаточно работали над вещами, связанными с персоналом. Вы знаете, что очень большая потребность в курьерах, в сотрудниках, в пиццемейкерах. И много работ было сделано потому, чтобы упростить найм, чтобы мы не пропускали кандидатов, чтобы мы удобнее с ними работали. И одно из, казалось бы, простых, но важных обновлений связано с тем, что теперь нанимающий менеджер HR в пиццерии может видеть все входящие анкеты в одном месте. Дополнительно, опять же, вы знаете, что согласно законам мы обязаны вакцинировать не меньше 60% персонала, мы создали свой собственный такой вакцин-трекер, скажем так, где мы смотрим за тем, в какие пиццерии выполняют это требование, в какие пиццерии не выполняют это требование закона. И еще одна важная история, связанная с работниками, с сотрудниками, это про медицинские книжки. Сейчас медицинские книжки можно… у них есть срок действия, все знаете, что у них есть срок действия, но мы также дополнительно привязали их к сроку аттестации. И теперь управляющие и менеджеры будут получать информацию, будут получать уведомления о том, что какая-то медицинская книжка какого-то сотрудника близка к истечению за три недели, за две недели и так далее. То есть можно спланировать, когда ему нужно обновить, когда ему нужно обновить аттестацию, когда ему нужно обновить медицинскую книжку. То есть это делает наше управление гораздо удобнее. И вот еще одна важная вещь с B2B, как раз ремарка, которую я хотел сделать про Польшу. Для начала, в некоторых предыдущих презентациях мы рассказывали о том, что мы переводили кассы на некоторую плагинную систему. То есть на систему, когда у нас вот есть базовое понятие кассы, где мы принимаем заказ, где мы работаем с чеками, где мы работаем с фискальными какими-то инструментами, принтерами. И есть очень много локальных интеграций, интеграций, связанных с конкретным законодательством конкретной страны. Вот в Польше получился именно такой случай, когда было очень сложно разбираться в польских законах с польскими принтерами, с тем, как все это сделать. И нам было удобнее и проще найти команду в Польше, найти разработчиков в Польше, чтобы они сделали эту интеграцию. Вот сейчас у нас, мы довели эту систему уже до внятного хорошего состояния, и у нас сейчас работает внешняя команда, которая занимается переводом наших касс на плагинную систему. То есть реализует непосредственно эти сами плагины полностью изолированно. Ребята начали с Беларуси. Значит, вторая история, связанная с кассами, это инкассация. Инкассация вышла для России и для Беларуси. Это важное требование закона с тем, как мы работаем с деньгами и сходимость отчетов. И очень старая для нас история, это касса в Нигерии. Наверное, год или полтора назад мы рассказывали о том, что мы выпустили новую кассу. Она появилась в России, она удобнее, быстрее, лучше, хорошо обновляется. Но мы очень долго не могли растянуть, как бы раскатать эту кассу на все страны. Это отдельная общая история. Если вы хотите, мы отдельно расскажем про то, про особенность ДОДИС, что нельзя просто сделать какой-то функционал, один раз запустить и все, его нужно, во-первых, поддерживать, а во-вторых, раскатка может занимать супермного времени. Вот мы закрыли этот долг, у нас был этот долг по старым кассам, часть Нигерии все еще работала на старых кассах, теперь на новый, ура. Еще одно интересное обновление для принтера маркировок. Значит, это, во-первых, запуск его в Казахстане и Великобритании. Это было требование закона, чтобы мы писали информацию о том, из чего продукт приготовлен. И здесь есть еще несколько очень любопытных обновлений, которые помогают операционно работать быстрее. Вот если вы заметите, на вот этой маркировочке есть буква D. D означает delivery, это заказ на доставку. Помогает очень быстро как бы схватить информацию и понять, почему относится этот заказ, куда его нести непосредственно в самой пиццерии, вот куда его там на какую полку положить. Помогает, вот такие мелочи помогают очень сильно ускоряться, на самом деле, в операционке. Немножко про платформу, немножко про технические вещи. Вы все знаете, наверняка, я уверен, что помните разные выступления про Kubernetes, про то, что это наше будущее. Мы туда идем, мы туда действительно благополучно идем. И сейчас осталось всего две вещи, которые до сих пор пока не там, но которые скоро туда поедут. Это Tracker и Monolith. Еще одна важная история, связанная с платформой. Вы можете заметить, да, кстати, по моему выступлению, что мы чуть больше начинаем работать с внешними командами, все больше начинаем работать с аутсорсными командами. И команда платформы внезапно не стала исключением, хотя казалось бы, что там вообще-то, ну, очень и технически сложная история с инфраструктурой, и очень как бы локальная там для нас. Но, тем не менее, ребята здесь нашли способ передать часть поддержки инфраструктуры внешней команде, команде IT-сумма. Это название компании такое. Это поможет просто разгрузить немножко ребят и передать вот не как бы ключевые вещи в инфраструктуре, передать на поддержку внешней команде, что, собственно, уже сделано, а самим сосредоточиться на самых главных вещах, которые нам нужны непосредственно для нашего бизнеса, в частности, переходом на Kubernetes. И еще об изменениях в платформе. Вы знаете, возможно, что некоторые люди в Dodeis работают 24 часа в сутки. Это не шутка. Они при этом спят, но они находятся на дежурстве. Дежурство устроено через пейджер. Пейджер, казалось бы, старое забытое устройство, но, тем не менее, все равно это называется пейджер. Работает оно таким образом, что у нас есть, значит, Dodeis обвешано разными видами мониторинга, то есть огромное количество сервисов следит за другими сервисами. И если что-то не так, оно начинает будить дежурного. Оно начинает звонить, оно начинает слать сообщения. Дежурный должен встать и сказать, что он в здравом умеет резвой памяти. Понял, принял и пошел что-то делать. Для того, чтобы ребят немножечко разгрузить, мы начинаем постепенно переходить к системе, когда на критических сервисах, на сервисах критического пути дежурят самостоятельно разработчики в рабочее время. Напомню, что сервисы критического пути – это все сервисы, связанные с приемом заказа, оформлением заказа, его выдачей в ресторане или доставкой. То, без чего наш бизнес вообще не существует. Новенькое. Про данные. Про дата-платформу. Ребята сделали очень любопытный финансовый дашборд для IMF, который сейчас будет… Ребята работают над тем, чтобы распространить его на всех, потому что он универсален, с ним достаточно удобно, легко работать, и ему, в принципе, не важно, какие данные прожевывать и на каких данных отстроить, будь то данная IMF, будь то данная Евразия. Но, по сути, помимо вот этой верхнеуровневой истории про финансовый дашборд, там под капотом спрятана очень мощная штука, которая ведет нас к абсолютно новым отчетам в DodoEase, к абсолютно новой системе, при которой мы будем работать с информацией, с данными и с тем, как вообще будут выглядеть отчеты. Следите здесь за обновлениями, будет очень много чего интересного. Немножко про SLA. Это про стабильность системы. Я здесь специально выделил последние два месяца, июнь и июль, и там чуть-чуть зацепили август. Собственно, это стабильность нашей системы, показатель стабильности нашей системы. Мы здесь подходим достаточно жестко к критериям. Если индустриальный такой стандарт в 3 девятки, то есть 99,9% доступности, который гарантирует примерно все сервисы, то есть даже Google не гарантирует 100%, гарантирует только 99,9%. Мы для себя немножечко поднимаем планку. Мы красим красным, когда у нас 99,5% и ниже. То есть между 99,9% и 99,5%. Если там ниже 99,9%, это вообще катастрофа жуть. И зелененькое мы красим только тогда, когда у нас доступность превышает 4 девятки. Здесь можно видеть, что в последнее время у нас все достаточно неплохо, все достаточно стабильно. Система работает хорошо. Если о каких-то падениях вы слышали, они были точные, разовые. Вы знаете, что у нас была очень любопытная атака на нас, связанная с смс-ками. Люди заморочились и пытались разными видами, разными способами достучаться до ДОДИС и оформить кучу заказов, отправлять смс-ки на логины и так далее. Мы сейчас пока с этим разбираемся. Здесь пока нету финальной истории. Мы сделали небольшие обновления, чтобы прекратить это дело, которое помогли. И более системные вещи сейчас в работе. Немножечко про NIME. Я подхожу уже к концу. Вы знаете про наш офигенский проект под названием «Плюс 100». «Плюс 100» — это не «плюс 100» нанять. Это вырасти на 100 человек. Это немножко другое. То есть, когда у тебя кто-то уходит, замена, sorry, счетчик уменьшается. Точнее, наоборот, увеличивается в том, сколько нам людей еще нужно нанять. Но сейчас мы на этапе, что мы выросли на 17 человек. Нам осталось 83 до конца года. Есть полная уверенность в том, что мы втащим. Это все на сегодня. Совсем скоро будет немножечко обновлений о том, что еще выйдет до ДОДИС, буквально со дня на день. Я надеюсь, что я вас заинтриговал. Следите за нами в внутренних каналах в IT News, следите в соцсетях. Обновления, о которых я говорю, действительно очень значимые, поэтому на паблике они появятся. Всем хорошей недели, друзья, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...